Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» я, Константин Симонов. Здравствуйте. Губернатор Тюменской области Александр Мор подписал изменения в постановлении об введении режима повышенной готовности. В регионе до 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий. По-прежнему будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Подробности в репортаже Шамиля Гулеева. Обязательная самоизоляция под строгим контролем полиции. Каждый день страж порядка патрулирует парк, скверы, стадионы и детские площадки. И всё реже замечают людей на улице. Но нарушителей всё-таки находятся. А на улице нельзя находиться? Разрешено находиться, знаете, в каких-то... Если идёте за продуктами первой необходимости, это гречка, это обед. Красно-белый не является продуктами первой необходимости. Если вы идёте, например, в иголка собак, 100 метров от дома. Если у вас есть рабочее разрешение, если ваша работа не приоставлена, вы работаете? И даже такая своеобразная тотальная самозащита в виде противогаза не является поводом для прогулки. И от ответственности за нарушение режима самоизоляции не освобождает. Имя, отчество. Каландриевич, Ленту поехали. Ленту поехали. Ленту, в другой стране. Через полгору. И что вы скажете другим? Живите как хотите. Но такой юмор полицейский оценит вряд ли. Особенно, когда обстановка с заболеваемостью COVID-19 остаётся сложной. И хоть в Тобольске не зафиксировано ни одного случая, мир защиты никто не отменял. Главная из них – самоизоляция. В Тюменской области до 30 апреля она обязательно для всех. За нарушение грозит штраф. В случае злостного нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц санкция статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей. Просим граждан соблюдать режим самоизоляции и по возможности без веской на то причины не выходить из дома. Рейд полицейских проводится и по организациям, которые должны были прекратить свою деятельность. Это торговые центры, непродуктовые магазины, парикмахерские, спа, фитнес-развлекательные центры. Согласно постановлению губернатора Тюменской области, работа таких организаций приостановлена до 12 апреля. Кафе и рестораны могут работать только в режиме доставки. А те предприятия, которые продолжают работать, должны соблюдать санитарный режим и держать социальную дистанцию. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, «Тобольское время». Ситуация по коронавирусу в Тобольске стабильна. Она на контроле у специалистов Роспотребнадзора. Вот несколько статистических данных. На сегодняшний день среди жителей города Тобольска заболевание коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. С 1 марта текущего года возвратилось в город Тобольск из-за границы 495 табаляков. Совместно с полицией проводится ежедневная проверка выполнения гражданами принципов самоизоляции. Выявлено 3 человека, не соблюдающих данные принципы. На срок самоизоляции 14 календарных дней находится 118 табаляков. Маски все еще остаются дефицитным товаром в Тобольске. Разрешить эту проблему взялись несколько городских предприятий. Как у них это получается, выясняла Ольга Куричко. Носить или не носить маску – об этом в Тобольске теперь уже и не спорят. 80% жителей города в общественных местах используют это средство индивидуальной защиты. В таком сознательном сообществе остальные чувствуют себя неловко. Но найти маску здесь по-прежнему сложно. Вот аптека в главном магазине исторической части города. Объявлений – масок нет. Провизор сглаживает ситуацию. Проводит мастер-класс для покупателей. Правильно – делать 8 слоев. 1 апреля в аптечную сеть Тобольска поступили на реализацию более 8 тысяч гигиенических одноразовых масок. Чтобы в дальнейшем не допустить их дефицита, Департамент экономики и администрации города привлек к их изготовлению предприятий малого и среднего бизнеса. Еще неделю назад Ситцевый край производил одежду. Теперь чуть ли не в две смены здесь изготавливают маски. Разработано несколько моделей масок. Особым спросом пользуются маски из трикотажа на резинках и двуслойные бязевые маски. Они тоже могут быть и на завязках, могут быть и на резинках. Предприниматели города на вызов времени отреагировали мгновенно. Маски гигиенические выпускают теперь в исправительной колонии номер 13 и еще в двух ателье. Общий заказ 30 тысяч штук дали местные предприятия. По распоряжению Департамента потребительского рынка. На сегодняшний день все швеи и все сотрудники нашего предприятия работают именно на выпуск защитных масок. Наша возможность техническая составляет 2000 масок в день. Нашими потребителями являются крупные компании, такие как Суэнко, Пенсионный фонд, Антикор и прочие предприятия, находящиеся в городе Товольске. А также мы снабжаем предприятия, которые находятся в Ишиме или Лутровске. Минздрав рекомендовал работодателям обеспечить подчиненных средствами индивидуальной защиты. Использовать их надо строго по необходимости. При неразборчивом использовании масок их не хватит людям, у которых имеется реальная необходимость носить их. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Товольское время. Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше во время самоизоляции могут получить больничный. Согласно постановлению Российской Федерации утверждены временные правила оформления листов нетрудоспособности в случае карантина для этой категории застрахованных граждан. Согласно этим правилам работники этого возраста должны сами сообщить своему работодателю о своем намерении уйти на больничный по карантину. При этом обращаться в лечебное учреждение не нужно. Период этого больничного листа он с 6 по 19 апреля и больничный будет выдаваться единовременно. То есть сразу на все вот эти 14 дней карантина. Работодатель передает списки своих работников данной категории 65 плюс в фонд социального страхования. Получив списки, фонд социального страхования начинает работу по оформлению электронных листков нетрудоспособности. Начислять и оплачивать такие больничные будет фонд социального страхования. Начисление и оплата будет произведена в течение 7 дней со дня открытия листка нетрудоспособности. Граждане, находящиеся на дистанционном режиме работы и в ежегодном отпуске, под эту категорию не попадают. Накануне была открыта стрельба в деревне Маслова Тобольского района. 62-летний местный житель приехал на тракторе в деревню, где проживала его дочь с семьей. Мужчина подъехал к дому родственников, перевернул автомобиль дочери трактором. После этого выбежала дочь, зять и 17-летний внук. Злоумышленник достал ружье и произвел 10 выстрелов в убегающих. В результате 36-летняя женщина была ранена в грудь и голову. 42-летний мужчина получил легкие ранения. Несовершеннолетний не пострадал. На стрелка возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями проводится работа по закреплению доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Оставайтесь дома. Похоже, этот призыв никак не повлиял на некоторых табаляков. В минувшие выходные люди по привычке пришли на почту за получением пенсии и столкнулись с проблемой. Свидетелями ситуации оказались наши корреспонденты. Самоизоляция нет, не слышали. С 7 утра от двери Тобольского почтамта под напором толпы. Люди по привычке выстроились в длинную очередь за пенсии и создали панику, обмениваясь друг с другом весьма неприятными комплиментами. Оказывается, проблему создала привычка. Некоторые табаляки написали заявление о получении пенсии на кассе. Вот и пришли за деньгами в первых числах месяца. По традиции, основная волна получателей пенсии приходится на 4 и 5 число. Поскольку ситуация сейчас у нас специальная, мы на протяжении двух недель до этого проводили работу с тем, чтобы получатели пенсии оставались дома. О доставке на дом, как минимум, половина из предшедших якобы не знала. Некоторым же вовсе такие комфортные условия принципиально не подходят. Ну, просто я не оформляла доставку на дом. Лучше на почтампе, получается, съездить. Хотя под горой живу я, под горой. На почте удобнее мне, чем на дом. Вдруг я не всегда дома нахожусь в это время. Вдруг при этом у меня нет дома и все. Тем не менее, в период самоизоляции дома быть необходимо. Тем более, что поход на почтамп в число уважительных причин выхода на улицу не входит. Почта России перешла на работу онлайн-режима. Но в оффлайне постаралась соблюсти социальную дистанцию. Поэтому людей запускали небольшими группами, чтобы сохранить между кассами расстояние полтора-два метра. Чтобы максимально разрядить эту ситуацию, мы на выдачу пенсии сегодня организовали семь окон. Хотя обычно на выдачу пенсии работает одно окно. Принятые меры не означают, что приходить можно каждому. Специалисты настоятельно просят не выходить на улицу. А о своем желании получить пенсию дома сообщить на почту. Убедительно прошу вас оставаться дома. Звоните в участок доставки пенсии и пособий. И даже если вы получаете деньги на кассе, мы вам доставим их домой в течение двух дней. По вопросам получения пенсии на дом, достаточно обратиться по телефону 27-77-52 и набрать добавочный 27-21. Елена Макова, Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Сезон клещей наступает. Клещи с первыми лучами весеннего солнца выходят из спячки и становятся активными, даже если где-то местами и снег лежит. Так как клещи являются переносчиками опасных болезней, в случае их укусов необходимо обратиться за медицинской помощью для экстренной профилактики. Вам необходимо в течение 48 часов после укуса обратиться в приемное отделение областной больницы номер 3, чтобы клеща удалили и поставили иммуноглобулин противоклещевой, а также назначили лечение по профилактике клещевого баррелиоза. В этом году в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, вакцинация от клещевого энцефалита приостановлена. Сейчас только прививают по данным спискам сотрудников организации из так называемой группы риска, то есть тех, чья деятельность связана с посещением лесных массивов. Конечно же существует не специфическая профилактика, это защита наша. То есть когда мы выходим куда-то в такие зоны, мы должны одеваться, закрывать все открытые участки тела, чтобы не проник клещей, покрывать также их репеллентами защитными, отпугивающими клещей. А вообще специалисты советуют воздержаться от выхода в лес, а по необходимости соблюдать все меры безопасности. Специальную молитву об освобождении от морового поветрия вознесли накануне в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля во время воскресной литургии. В храме не было прихожан. Русская православная церковь, как и другие традиционные конфессии, призывают верующих сидеть дома и молиться дома. Специально для этого телеканалы «Тюменское время» и «Тобольское время» организовали прямую трансляцию в телевизионном эфире и в социальных сетях. Самое главное – внимание души, чтобы слова молитвы коснулись вашего сердца, чтобы вы получили утешение, успокоение и умиротворение. Поэтому я всех вас призываю к совместной молитве и в эти дни ограничить, так сказать, чтобы мы не покидали дом, а были, как предписано в самоизоляции. И вот великая милость, в каждый дом придет благая весть – молитва. Одновременно будем молиться. Духовенство будет молиться в храме, а вы в доме, и ваш дом станет церковью. Поэтому в вашем доме зазвучит Слово Божие, Слово Слава Бога, которое опрощено к нам. Прямые трансляции богослужений продолжатся 7 апреля. В 9 часов утра можно будет, сидя дома, побывать в Благовещенском соборе Тюмени. Там владыка Дмитрий проведет литургию в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. А дальше будут вестись трансляции Софийско-Успенского собора Тобольска. 12 апреля в 9.30 литургия в честь праздника Входа Господня в Иерусалим или Вербного Воскресения. 17 апреля в 17 часов Великая Пятница, когда будет совершен чин погребения. И 18 апреля в 23.30 начало трансляции пасхального богослужения. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома. 7 апреля в Тобольске ожидается похолодание. В течение суток на термометре от 0 до минус 5 градусов. Также синоптики обещают мокрый снег и сильный северный ветер 6-10 метров в секунду. С порывами до 15-20 метров. Субтитры создавал DimaTorzok